Они меня поняли, и как раз таки это самое важное было, наверное, для меня из всего, что я там сделал. Алексей, у вас есть планы покорить Голливуд или соберетесь ограничиться европейским пространством? Не-не-не, Европы слишком мало. Кажется, мало. Разговариваться нужно. Посмотрите, как я уже говорил, если не стремиться туда, куда кажется невозможно попасть, то не попадешь вообще никуда. Поэтому лучше ставить какие-то заоблачные цели, которые даже самому страшно себе выдумывать. Тогда есть шанс к ним хоть как-то подобраться. И я, если честно, даже не знаю, получится что-то или нет. Я просто знаю, что буду делать все для того, чтобы получилось пробиться на этот музыкальный рынок в Европе, в Америке, и стать там кем-то, и чтобы о нас перестали судить, как по стране медведей, балалайк и ружей. Понимаете? Вот. Водки еще. Ну. После Голливуда, наверное, космос будет, да? Там только останется, только слетать. Ну, в общем, как у меня действительно есть шанс что-то там сделать. У первого, наверное, артиста в нашей стране, потому что я не просто, я не покупал ни одной песни, я ничего не делал, я просто подписал контракт с лучшим продюсером на данный момент. И поэтому сделаю все для того, чтобы это получилось. Вот Катя оставила для вас сообщение на нашем сайте, лежит очень клевый. Смогли ты, как твои родители, сразу познакомившись с девушкой, подать заявление в ЗАГС на следующий день после знакомства? Знаете, я вам открою один секрет. Однажды... Однажды я практически подал заявление. Но, правда, не на следующий день. Но на следующий день мы решили, что подадим. Ну, там важно было число. Ну, было красиво. И если бы я не был в этот момент в другой стране, и если бы она не была гражданкой этой другой страны, а я России, то все бы закончилось свадьбой. Понимаете? Но дело в том, что как-то, ну, звезды так сошлись, что для того, чтобы в другой стране в Европе жениться на ком-то, нужно определенные процедуры, пройти месяц дальше, еще что-то. Вот. И это все не так разно. Поэтому все закончилось, как обычно, романом, который закончился. Это было прекрасное время. Но, в принципе, конечно, отвечая на вопрос, смог ли я, смог ли бы я подать заявление в ЗАГС на следующий день, да, по крайней мере, это уже не то, что я из головы взял, наверное, да, да, точно, потому что я уже практически это один раз сделал. Это было в этом году, что мы еще не потеряли? Нет, это было раньше, было раньше. Молодой, горячий. Тоже с нашего сайта вопрос. Леша, где ты так классно научился танцевать? Я очень много в жизни всего успел поделать. В школе еще я начал заниматься балем и танцами. Параллельно. У меня был футбол, музыка и танцы. Потом я учился в хореографической школе два года, где у меня была даже станок, балетный, народная хореография. Все было. Сам занимался проигранцем еще, поэтому я очень много в детстве себя напичкал стольким количеством не знаний, а инструментов. Знаний у меня нет. А умение себя прилагать к ситуации, ко всему вообще, что происходит вокруг, у меня вот. Вот. То есть я могу практически все. Так получилось. Просто потому, что все свое детство я потратил на то, что все время чему-то учился. Я ненавидел книжки. Всегда их не любил. Потому что я чувствовал, как я начинаю потихоньку стареть, понимаете, когда я читаю книгу. То есть я читаю и понимаю, что вокруг кипит жизнь, вокруг люди бегают, они носятся, у них прям вау! Понимаете? А я вдруг сижу с книгой. Почему я это делаю? К своему стыду. Я не прочитал ни одной книги за всю жизнь. Целиком. Есть отрывки, куски какие-то, которые я читал. Но ни одной целиком так и не дочитал. Поэтому... А я только локация прессы, я так понимаю. Сейчас я видно, но и локация прессы. Книги — это потрясающая вещь. Я тоже испытывал то, о чем мне говорили, когда ты их читаешь, у тебя новый мир, картинки. Но у меня их и так в голове так много. Я все время что-то придумываю. Я все время нахожусь в состоянии того, что у меня в голове то музыка, то... Я придумываю этот кадр, я сниму, вот здесь у меня текст. У меня все время настолько... Их так много, этих мыслей, что я с телефоном хожу все время. У меня в диктофоне сейчас записаны последние идеи на тему того, какой я хочу следующий видеоклип. У меня уже картинки в голове есть. Я еще все время что-то додумываю, вписываю в телефон. То есть, я скорее... Скорее мне больше нравится что-то создавать, чем потреблять. Вот в чем дело. И, наверное, надо принимать тот опыт людей, которые уже тысячелетиями что-то писали, считали себя мудрецами. Окей, да, они молодцы. Они сделали огромную работу. Оставили за собой какой-то след. Но почему? Потому что они это делали. Не потому что они сидели и читали. А потому что они сами что-то создавали. Это единственный путь. Вперед. Спасибо на это слово. Вот так. Я ни в коем случае сейчас так... Школьники и все остальные... Ни в коем случае не призываю людей... Алексей, ну учебники. Учебники. Ну, Гнесинское учебище. До школы студентка. Неужели все на словах... Учебники нужно сжигать. Я шучу. В общем, конечно, надо учиться. И если все люди будут поступать так же, как и я, то мир придет именно туда, куда он должен выйти. Знаете почему? Потому что человека не надо пичкать всем подряд. Он должен брать то, что ему нужно. В этом случае он будет делать то, что ему хочется, очень хорошо. Это единственный путь к тому, чтобы самому человеку быть счастливым. И это путь к тому, чтобы отказаться от профанации, которой у нас очень много людей занимается. Актеры, режиссеры, все подряд возьмите любую профессию, в которой люди, которые ее не любят. Но просто они вроде как выучились. А если бы они делали то, что им нравится, они бы стремились расти в этом. Поэтому все школьники и все мамы, папы, пожалуйста, если ребенок что-то хочет делать, пусть он это делает. Не надо пичкать его лишними знаниями, которые, возможно, ему когда-то пригодятся. Я не умею столбиком делить до сих пор. Я что, от этого хуже? Нет, смотрите, что у меня есть. Волшебная штука, калькулятор. Захочу и посчитай. Он мне сам все выдаст. Поехали. У вас был очень протяжеленный график все-таки этим летом. И конкурсы, гастроли. Все-таки удалось где-то отдохнуть? Нет, не удалось. А хочется? Ну, иногда, наверное, да. Иногда хочется. Ну, просто потому что, ну, когда просыпаешься, вдруг понимаешь, что вот так вот из кровати просто приходится сползать. Невозможно встать, потому что вот за это вот, за вот это вот одеяло так уже уцепляешься последними так и сам себя с этой кровати сваливаешь и думаешь, ну, вот. Но только в этот момент. Потом я очень люблю, я люблю работать, вот почему. Гораздо легче проснуться. Вдруг, вот, и я понимаю, что я иду, еле-еле там начинаю пить чай, и говорят. И вдруг люди вокруг, они питают тебя, потому что какой бы ты ни был уставший, особенно если это концерт. Представьте, когда вдруг ты видишь людей, глаза, их энергетику, и ты такой, еще вот вышел, час назад проснулся, вот, из самолета тебя откуда-то привезли, ты спал в такси, пока я ехал вот так вот, слюна стекла. И потом выходишь и понимаешь, что вдруг, и ты смотришь, как в тебя вдруг прям вот это все начинает, думаешь, и прям, и уже сна как нет. Это, да, ну, это такой путь к тому, чтобы, ну, все время движок работают. Что надо заканчивать, хватит секретничек, расслеживать. Все? О чем? Ну, ты же хотел все-таки спросить, а если вдруг получается таким образом, что, ну, появляется такой вынужденный отдых, ну, отдых, да, например, там съемки пробиваются или еще что-то, ну, вот, да, то есть были какие-то съемки, да, и вдруг какой-то, вот, все, то есть делать нечего, то есть сменилась какая-то съемка, там, самолет или прочее, нет такого ощущения, что, господи, куда лежать, лишь бы чем-то заняться? Есть. Я не могу остановиться, у меня такое ощущение, что я в колесе, в котором разогнался, я был в Венеции вот сейчас буквально, и, казалось бы, у меня был день, который был полностью забит съемками, вечером было выступление, и вдруг мне звонит менеджер и говорит, а значит так, мы тебе поменяли билет, ты летишь не через Москву, мы отменили там несколько интервью, ты летишь не через Москву, остаешься в Венеции еще на один день, свободный. Я говорю, что, говорю, как? Ну, вообще, говорит, все, свободный день, отдыхай. Я говорю, окей, спасибо. И я сел и думаю, что, как так, что делать-то я как-то не мог понять. Думаю, не лететь никуда, сидишь целый день, думаю, в Венеции, думаю, прикольно. И я снял короткометражный фильм, который называется «Что такое любовь», вот, и я все равно не выспался к своему стыду. Я всю ночь монтировал, осеннее утро, я сидел весь в этих мыслях, мне нужно что-то делать, я не могу остановиться, мне как бы вот это, ну, мужик прям. В какой программе монтировал, можно узнать? Ай-ну-вы. Алексей, мы благодарим вас за то, что приехали посетить в гостиницу, ради вопроса жителей города Казань, ваших поклонниц Ленина. Надеемся, что это действует... Конечно. Остается, мне пожалуйста, здесь, 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 здесь. Желание выжить, может, обратно, встречать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова